Вести Карачаева, Черкесия Несанкционированная свалка На стадионе Нарт в Черкесии прошел седьмой футбольный турнир памяти Мухаммеда Кунижева. Итак, к главным новостям. В канун профессионального праздника Дня Учителя в Черкесии состоялось торжественное мероприятие. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поблагодарил учителей республики за их важный труд. Именно учителя дают детям не только знания, но и формируют правильное отношение к жизни, друг к другу, к людям и к родине, подчеркнул Рашид Тимрезов. Учителя не славится Россия, учителей мы не забудем никогда. На самом деле я помню всех своих педагогов, учителей и до сих пор общаюсь со своим классным руководителем, а на сих пор. На самом деле, действительно, в жизни каждого человека, каждого ребенка, учитель, педагога, действительно, самое главное, наверное, пусть и родители, семьи, потому что вы действительно закладываете в ваших детей не только знания, но и их отношение к жизни, отношение друг к другу, отношение к людям, к обществу. На самом деле это неоцененный и незаменимый труд. Рашид Тимрезов выручил учителям удостоверение к почетному званию «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник народного образования». Присутствующих в зале также поздравили председатель Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Мурат Аргунов, который выручили учителям из разных городов и районов почетные грамоты парламента и правительства Карачаева Черкесии. Почетные грамоты Министерства образования и науки Республики благодарственные письма Министерства просвещения Российской Федерации вручила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Учитель математики средней школы Станицы Зеленчукской Юлия Александровна Копалкина удостоена благодарности правительства Российской Федерации. Государственную награду за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу Юлии Копалкиной вручил в канун Дня Учителя председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Учитель высшей категории Юлия Копалкина с достоинством продолжила династию педагогов. Ее прапрадед заведовал сельской школой, а по ее пятам на стезе учителей вступила добрая половина семьи уже несколько поколений, в том числе и Юлия Александровна, которая относится к своему делу с настоящим трепетом, желанием качественно донести свой предмет до учеников. Пару лет назад наша землячка вошла в тройку лучших классных руководителей России в финале Всероссийского конкурса «Воспитатель человека», ранее став лауреатом конкурса «Учитель года», вошла в число 15 лучших учителей России. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темлизов поздравил сотрудников и ветеранов Министерства России по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 90-летием образования системы гражданской обороны России. Система гражданской обороны всегда славилась смелым и профессиональным личным составом, эффективностью в самых непростых ситуациях и надежностью. Высокий профессионализм, мужество и преданность своему делу отличали нашу гражданскую оборону и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время, и сейчас, когда жителям новых субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, особенно нужны поддержка и помощь, написал в своем телеграм-канале глава республики. Желаю сотрудникам и ветеранам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, крепкого здоровья, успехов в нелегком труде и всего самого доброго. 5 октября в стране отмечают День уголовного розыска МВД. Сотрудникам и ветеранам уголовного розыска Карачаева-Черкесии направил поздравительный адрес министр внутренних дел Карачаева-Черкесии, полковник полиции Олег Мальцев. В тексте поздравления говорится, первоочередными задачами службы являются предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, розыск подозреваемых в совершении преступлений лиц и пропавших без вести. Выражаю искреннюю благодарность всем за самоотверженный труд. Уверен в том, что его результаты и впредь будут обеспечивать необходимый уровень безопасности граждан, общества и государства. Хочу пожелать личному составу дальнейших успехов в службе, поблагодарить их за верность долгу и пожелать крепкого здоровья, добра и семейного благополучия. Говорится в поздравительном адресе министра внутренних дел Карачаева Черкесии. В рамках профилактического мероприятия «Автокресло» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску провели акцию «Ребенок – главный пассажир» вблизи до школьных учреждений. Мероприятие направлено не только на выявление водителей, осуществляющих перевозку детей в автомобилях без применения детских удерживающих устройств, но и на профилактические беседы. Организаторы мероприятия призвали родителей перевозить детей исключительно в детских удерживающих устройствах, а также разъяснили, что приоритетом при выборе «Автокресла» должны быть сознательное намерение защитить своего юного пассажира от травмы и гибели. Сотрудники ГИБДД рассказали о ситуациях на дорогах и примерах, когда «Автокресло» спасало жизнь детей. Призвали беречь хрупкую жизнь малыша, делая все зависящее, подавая детям и другим взрослым пример дисциплины и порядка на дорогах. Сотрудники отдела КМВД Покорочаевой Черкесии установили подозреваемого во взломе мессенджера с целью вымогательства денежных средств. Им оказался 31-летний житель Черкеска. Избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в дежурную часть в Черкесске с заявлением обратилась 45-летняя жительница республиканского центра. Женщина рассказала, что неизвестное лицо, взломав ее мессенджер обманным путем от ее имени, требовало денежные средства у ее знакомых, друзей и родственников. Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия. В ауле Адгихабль Карачаевой Черкесии ликвидирована несанкционированная свалка площадью около 2 гектаров. Она была обнаружена государственными инспекторами управления Россельхознадзора еще в апреле этого года при проведении выездного обследования. Земельный участок не использовался для ведения сельскохозяйственного производства, а служил местом размещения твердых коммунальных отходов. Арендатору земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости такого нарушения. Стихийная свалка была ликвидирована, земельный участок очищен от мусора и приведен в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в сельхозпроизводстве. В рамках надзорно-профилактических мероприятий сотрудники МЧС проводят тренировки по эвакуации в образовательных учреждениях республики. Накануне огнеборцы города Карачаевска совместно с инспекторами территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы проверили навыки поведения учеников и учителей в случае пожара в гимназии номер 4. В начале тренировочной эвакуации инспектор госпожнадзора провел вводный инструктаж с последующей проверкой эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. Проведение подобных тренировок является одним из составляющих элементов отработки навыков по безопасному поведению в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации. Все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. Зарегистрироваться они составит труда. Также это можно сделать в онлайн-режиме. Об этом сообщил начальник Карачао-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов. Ставьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются у спасателей, спасатели их не предупредят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4000 метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю. Мы получаем несчастный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим, и чем больше количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности в Нагорном рельефе, преодолевать те же самые опасные участки, преодолевать трещины ледников и так далее. Одному это крайне сложно сделать, в группе это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но, если спасатели будут знать нитку маршрута, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличит шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. Карачаево-Черкесия представила свой туристический потенциал в рамках российского проекта «Кавказ. Гранд туризма» на туристическом форуме «Открытый Дагестан-2022» в Махачкале. Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесии презентовало туристическим компаниям регионов страны природные и культурные достопримечательности республики, новые и уже популярные туристические маршруты, а также национальный колорит региона. В рамках форума также прошло заседание Совета министров туризма Северного Кавказа, обсуждена реализация соглашения об устойчивом развитии туризма на Северном Кавказе и дорожной карты туристического проекта «Кавказ. Гранд туризма», который объединил туристический потенциал всего Северного Кавказа. Параллельно на главной площади Махачкалы на протяжении форума работала выставка художественных промыслов и ремесел народов Северного Кавказа, а также проходил концерт этнических ансамблей. Замминистра здравоохранения Карачаевой-Черкесии Динара Камурзаева представила нашу республику на научно-практической конференции «Разумовские чтения». Мероприятие прошло в Сочи под девизом «Курорты России ключевый элемент здоровья нации и стабильность экономического потенциала страны». Динара Камурзаева выступила на конференции с докладом по теме «Борьба с аллергией и заболеваниями бронхолегочной системы», в котором рассказала о Карачаевой-Черкесии как о кавказской здравнице для всей страны. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, представители бизнеса, эксперты в сфере общественного здоровья и превентивной медицины, учащиеся и выпускники программы «Про социум». Обсуждены методологические и научные вопросы о восстановительной и курортной медицине на современном этапе развития науки. Под эгидой Российского общества знания в Карачаевой-Черкесии прошла встреча представителей науки и студенчества «Ученый говорит». Встреча прошла в формате баттлов, где участники дискутировали на такие темы, как космос, тайны человеческого организма, научные открытия, инновационные IT-стартапы и возможности для молодежи. Мероприятия проходят практически во всех регионах страны в целях популяризации науки и высшего образования среди студентов и школьников. Кроме того, это отличная возможность молодежи заявить о себе и о своих научных исследованиях. В столице Мексики стартовала Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию «Мондиокульт-2022». На конференции «Россию» представляет делегация Министерства культуры во главе с первым заместителем министра Сергеем Обрывалиным. На выставке декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов стран-участниц российская делегация представляет женский костюм с головным убором и украшениями из Карачаева Черкесии. По итогам мероприятия предполагается определить основные перспективы сектора культуры на следующее десятилетие и направление будущей работы ЮНЕСКО в этой сфере и по другим значимым темам. С 12 октября по 10 ноября текущего года в Карачаево-Черкесии пройдет 22-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон искусственный интеллект» одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение месяца участники из разных регионов страны будут решать задачу от Московского физико-технического института и физтехшколы радиотехники и компьютерных технологий по разработке алгоритма распознавания и классификации техники на стройплощадке. У участников чемпионата есть возможность внести свой вклад в развитие строительной отрасли и попробовать себя в сфере разработки и обучения модели, которая будет классифицировать технику на изображениях со стройплощадки. Решение позволит контролировать строительные процессы, выявлять уровень выбросов в атмосферу и нагрузку на дорожное полотно, а также упростит процессы автоматизации производства. В Черкесске прошло очередное мероприятие Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и Всероссийской акции «Вода России». Активисты убрали мусор вдоль берега реки Кубань. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева Черкесии присоединились к студентам и преподавателям Северокавказской государственной академии и очистили километровую береговую линию реки Кубань, собрав 200 мешков мусора. Уборка мусора прошла с раздельным сбором. Все собранные отходы транспортированы спецавтохозяйством на переработку. Данный участок является популярным местом отдыха, однако живописную природу омрачали горы мусора, оставленного отдыхающими. Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетнего юбилея региона прошли два общереспубликанских субботника, на которых было собрано более 5,5 тысяч кубометров мусора. Еще 30 мешков мусора собрали волонтеры общественной организации Карачаева-Черкесии о территории жизни у минерального источника рядом с аулом Эль-Таркач и в пойме реки Кубань. Под девизом «Это не наш мусор, но это наш город» собрались представители разных поколений, объединенные одной идеей сохранения родной природы. Ранее волонтеры очистили от мусора территорию Красногорского нарзанного источника в Карачаево-Черкесии. Всего было собрано более 50 мешков мусора, в том числе пластик, бумага и разбитые бутылки. На стадионе «Нарт» в Черкесске прошел седьмой футбольный турнир памяти Мухаммеда Кунижева. В нем приняли участие шесть команд из разных районов республики. Мухаммед Кунижев с 1994 года и до дня гибели был лучшим игроком среди любительских команд и спонсировал псыжскую футбольную команду. Теперь футбольные турниры спонсирует супруга Мухаммеда Кунижева – Самира. За первое место был предусмотрен денежный приз в 50 тысяч рублей, второе место – 40 тысяч и за третье – 10 тысяч рублей. Призы получили также лучшие игроки турнира, которые отличились своими профессиональными навыками. По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачно, местами дождь в отдельных районах сильный в сочетании с грозой и подъемом уровня воды до неплагоприятных отметок. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 13-18 градусов тепла. В горах местами 8-13 градусов выше нуля. В Черкесии дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду, воздух прогреться до 17 градусов. Послушайте штормовое предупреждение. В течение суток 5 и 6 октября на территории Карачаева-Черкесии местами ожидаются сильные дожди с грозой и подъемом уровня воды на реках до неблагоприятных отметок. В горах сход силы малого объема. Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаева-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок – 8-878-2-26-36-32. Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия. До новых встреч!